Тарас Семенюк, политолог-международник. Тарас, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, Тарас, изначально сообщалось, что Сидзипин будет говорить с Зеленским по телефону буквально сразу после визита в Москву, после встречи с Путиным. Однако, вот такая появилась небольшая пауза. Как вы считаете, чем она продиктована и повлияло ли на сегодняшнее общение Сидзипиня, как раз тот визит в эту паузу в Пекин господина Макрона и Урсулы фон дер Ляйн? Вы знаете, очень сложно говорить, что могло быть причиной этой паузы. Это могут быть чисто формальные ознаки назначения украинского посла в Китае теперь, да? Потому что это наивысшее назначение, это наивысшая присутственность нашего государства в Китае, в общем. Поэтому, я думаю, это может быть такая формальность. Но может быть и связано тоже с какими-то другими вопросами, например, занятостью Синьцзипиня. Как это говорили официально. Я не знаю, какие могут быть причины, но очень важно то, что этот звонок состоялся. Пока мы знаем очень мало деталей, мы можем гадать, о чем говорили. Но я думаю, что важной темой было, конечно, то, что Китай всегда говорил, это мирные переговоры, войну нужно останавливать и так далее, и переходить на коммуникацию, какой будет ситуация после войны. Но мы не знаем, повторяюсь, мы не знаем деталей, я думаю, что это время, во время вот этих последних суток мы узнаем больше. Потому что сейчас это только такие, можно стрелять, как говорит, в небо. А какие вообще были отношения Украины и Китая до полномасштабного вторжения России в Украину? Как они трансформировались или нет за этот более уже чем год войны? С 2021 в Китае не было посла после смерти предыдущего Сергея Камышева. Как это влияло на отношения двух стран? Ну, смотрите, если я не ошибаюсь, у нас с 2012 года есть подписан стратегический документ с Китаем. То есть мы стратегические партнеры. Но на деле были такие дела, что мы не очень позитивно представили себя, как это были скандалы в аграрной сфере, когда китайцы инвестировали 5 миллионов долларов в проекты, но проекты не состоялись. Потом было, скажем так, китайцы хотели купить с украинской компанией Матерсич или Южмаш, да, Днепропетровский, но тоже не состоялась эта покупка, не состоялась эта сделка. И китайцы очень, они не злопамятные, но они очень все помнят хорошо, да. И поэтому вот они сделали такой вывод, что Украина очень зависимое государство от внешнего фактора. То, что говорят фактически россияне сегодня, да. И это сыграло не очень хорошую такую историю с нами. Но сейчас это все по-другому, потому что есть война, есть тот факт, что Россия напала на нашу страну, но Китай в своих так называемых 12 пунктах, его называют мирный план, но это не мирный план, это позиция Китая по отношению к войне в Украине, не говорится об одном очень важном факторе. Китай не разделяет ролей в этой войне. То есть он не говорит, кто из жертвы, а кто из агрессора. Он говорит, что есть война, и нужно это заканчивать, нужно переходить на мирные переговоры. Но очень важно, с какой перспективы смотреть на эти мирные переговоры. Сейчас, если ты не говоришь, что агрессор, а кто жертва, тогда о чем можно говорить, о каких мирных переговорах можно говорить. Поэтому другой очень важный факт глобальной перспективы, мы должны понимать, что Китай, то, что мы любим называть международное право, то, что мы любим называть суверенитет, Китай на это смотрит с другой перспективы. Китай формирует только у себя сейчас вот эту коалицию антизападных государств, то, что видим, видим. И это прием Макрона, и это прием Урсула фон дер Ляйн, и это визит министра иностранных дел Германии. Все это говорит о том, что Европа и Китай, они пока еще ищут, но не нашли какого-то понимания, как жить в этом фрейме времени, во фрейме войны. Как выстраивать отношения. К примеру, Урсула фон дер Ляйн, когда выступала в Брюсселе, она говорила, что мы должны, цитирую, минимизировать риски с Китаем. Не разорвать отношения, не перезагрузить, но минимизировать риски. Европа понимает, что Китай ей нужен. И не только в перспективе войны в Украине, и не только в перспективе остановить Россию, но Китай очень важен торговый партнер, потому что это сальдо, которое сложилось между Европой и Китаем, очень большое. И Китай тоже понимает, что Европа ему нужна. Но зависимость, как называет это Пекин, Европы от американцев, она играет не в пользу твердых китайско-европейских отношений. Вот это то, что Китай хочет показать сегодня. И он, и Франция, это яркий пример этой демонстрации, что вы, вот смотрите, мы готовы с вами разрабатывать проекты, Франция будет делать 150 Airbus для Китая, но вы должны понимать, что американцы, вы должны как-то отойти от американцев. И что сделал Макрон? Да, он сказал, Америка здесь не будет диктовать какие-то условия. Это публично было сказано, это не было как-то в кулуарах. Вот вам и позиция. Вот это то, что хочет Китай сегодня от Европы, чтобы она свои отношения с Китаем строила без оглядки на Вашингтон. Но очень интересные позиции сейчас есть Италии, потому что Италия тоже хочет играть какую-то важную роль в Европе и в глобальной политике. И именно поэтому Джорджи Малони сказала, что мы можем отказать от глобального проекта «Единый путь», «Единая еда» с Китая к Европе. Поэтому очень важные процессы сейчас. И война в Украине – это то, что волнует всех. Европу в том числе и Китай в том числе. Китай пока что не поставляет оружие напрямую России, хотя Россия очень работает в этом, понимает. Но идет формирование антизападной коалиции. Вот посмотрите на клуб, так называемый клуб «Брикс». Это где Бразилия, Южная Африка, это Индия, Китай и Россия. И там Китай навязывает стратегию юанизации экономических торговых отношений. То есть то, что вы будете покупать в Китае, вы покупаете за юанни. Китай вам дает кредит за юанни, за свою национальную валюту. Это вытеснение доллара с рынка. И Китай будет делать перспективу на развивающиеся страны. А Бразилия и Индия именно такими странами и есть в глобальной политике сегодня. И поэтому Бразилия имеет такую позицию, что Крым – это Россия, давайте мы будем останавливаться, будем договариваться. Но глобально это все сводится к этому биполярному протестуянию. Протестояние на украинском языке. Поправьте мне, если я не знаю. Это такое соревнование между Америкой и Китаем. Потому что это две большие страны, Америка на первом месте. И логично Китай хочет оттеснить Америку с первого места и занять первое место. Это не только вопросы экономики, торговли, финансов. Это тоже культурно, soft power, то, что мы называем. И вот сейчас идет вот эта война именно за вот эти глобальные протесты. Но Европа остается одним из самых главных таких трофеев, который Китай хочет завоевать. Тарас, вот если вернуться, вы упоминали как раз о назначении нового посла Украины в Китае. Владимир Зеленский назначил Павла Рябикина. Павел Рябикин – это бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Вот о чем может говорить именно выбор на вот его кандидатуры на эту должность? Я, к сожалению, не смотрел, не следил за тем, как работал Павел Рябикин в министерстве. Но очень важно, чтобы человек понимал отношения, роль Китая. Для Китая очень важно вот это присутствие посла. Потому что если нет посла, мы с вами не будем общаться. И именно поэтому была вот эта тишина в отношениях с Китаем. Очень важно, конечно, Китай интересует эта промышленность, это развитие своей авиационной складовой. Потому что Китай не имеет своих самолетов. Я уже говорил, покупает аэрбасы во Франции. Си Цзиньпинь летал в Москву на Боинге. Это все говорит о том, что отрасль фактически нет. Но Китай понимает, что в Украине есть интеллектуальная среда, которая умеет делать ракеты, делала ракеты, делала самолеты. И вот на это Китай целится. Его интересует не только земля, это Чернозома или там, но его интересует интеллект. Потому что Китай, страна, которая развивается, да, они будут иметь дешевые энергоресурсы от России, потому что экономика, в понимании Китая, которая будет развиваться, должна иметь дешевые энергоресурсы. Чтобы ее продукт в конечном этапе был конкурентно с другими продуктами. Но и очень важно, это, конечно, для Китая этот шелковый путь, так называемый, да, с Китая в Европу. И Украина здесь есть часть. И стабильность, и контроль вот этих транспортных путей очень важен для поставок товаров в будущем. Поэтому Украина очень важна. Я уверен, что господин посол будет вот эту задачу решать. Но очень важно, чтобы стратегические отношения между нашими странами не ишли через Россию. Как идут множество торговых путей с Китаем. Вот по поводу России. Российские СМИ со ссылкой на МИД Китая пишут, что главой делегации Китая по урегулированию конфликта, как говорится, китайской стороной России и Украины станет бывший китайский посол в России Ли Хуэй. Его в свое время Путин даже наградил орденом дружбы. Не будет ли здесь конфликтов интереса? Как это вообще может быть? Бывший посол Китая в России теперь в Украине будет заниматься урегулированием войны между Россией и Украиной. Я думаю, что это такая номинальная. Китай, как и Турция в свое время, хочет быть посредником в этой ситуации. Но, к сожалению, мы не можем влиять на это назначение. Пекин назначает того, кого желает нужным. Я не думаю, что это, как у нас часто говорят, пророссийский, может быть, или лоббист. Нет, Китай имеет свою философию, имеет свою стратегию. И никогда Китай не делает во внешней политике то, что мы называем сгоряча. Вот смотрите, еще один очень интересный пример во Франции. Посол Китая во Франции сказал, что это не просто так. Потом было оправдание, но это не просто так. Посол Китая никогда не будет говорить то, что не согласовано с Пекином. Вот это мы должны понимать. Это сигналы, которые посылают Китай, Европе и Америке. Вот какое наше отношение. Это очень важно понимать в стратегической перспективе, потому что Китай будет иметь очень большое влияние именно в регионе Азии и Дальнего Востока. И в этой перспективе, конечно, наша страна. И урегулирование конфликта, где будет присутствовать Китай, очень важно. И Китай, как страна, которая имеет огромные возможности инвестирования, будет, конечно, заинтересована, чтобы влияние на Украину больше возрастало именно в нашей стране. Потому что Украина ближе к Европе. Вот смотрите, есть Венгрия, которая, да, есть такой оппозиции в Европейском Союзе. Им выгодно иметь Венгрию, Белоруссию и Украину, которые возле Европы, чтобы иметь стабильный регион поставок своих товаров. Это все геоэкономика. Поэтому я думаю, что очень важно в этой перспективе, чтобы мы, еще раз подчеркну, не строили свои отношения через Россию, но строили их напрямую с Китаем. И чтобы Китай понимал наше положение. И в конечном итоге, если в Пекине поймут, что кто есть агрессор, кто есть жертва, кто защищается, кто имеет право на защиту, тогда мы можем, как это говорится, разговаривать с субъективной точки зрения. Наши интересы представлять перед Китаем как важные интересы государства, важного государства в Европе. Спасибо, Тарас. Тарас Семенюк был с нами, политолог-международник. Мы обсуждали телефонные переговоры Владимира Зеленского и лидера КНР Синдзепиня. И поговорили о отношениях Украины и Китая. Как они в данный момент развиваются, какие предпосылки развития были перед началом полномасштабного вторжения. Спасибо вам, Тарас. Продолжение следует...